Привет, друзья! Буквально несколько часов назад для нас с вами свои объятия открыл театр Стива Джобса. Свет, музыка, поехали! На сцену выходит Тим Кук и начинает свою речь, конечно же, вспоминая величайшего Стива Джобса, который должен был сам открывать этот театр, в начальном проектировании которого он принимал участие. Данное место представляет все идеалы Стива Джобса, ибо Стив оставил частичку себя в каждом из нас. Это и видно из нового подрастающего поколения. Рассказывает про Эппл Парк и сам театр, который в дальнейшем будет служить для будущих презентаций компании Тим Кук. Но перейдем к самому событию. Сначала на сцене появились часы Apple Watch третьей серии, предшественники которых показали феноменальные продажи. Новые часики оснастили спецприложением для пловцов, сканером, который считывает данные юзера и синхронизируется со Стэнфордским медцентром и еще множеством полезных функций. Версия с LTE будет работать уже с обстроенной сим-картой, которую, по-видимому, можно будет зарегить у оператора. На новые часы можно будет подключить Apple музыку наряду с AirPods и слушать треки прямо с руки, без какого-либо участия смартфона. Цена на третье поколение будет начинаться с 329 баксов, а версия со встроенной симкой с 399 долларов. Все это дело будет доступно уже с 19 сентября. Вторым на очереди к показу стоит Apple TV. Начинается все с заставки сериала «Очень странные дела», точь в точь, как у Samsung, но только в 4К разрешении с поддержкой HDR. Отвечать за быстродействие будет анонсированный недавно процессор A10X. И, что не характерно для Apple, фильмы в 4К будут стоить столько же, сколько в разрешении HD. Но не будем продолжать, поскольку в России нет в числе стран поддержка Apple TV, в которых добавилась в этом году. Так что перейдем к самому важному, что произошло сразу после яблочного телевизора. Айфон! На сцену вышел Тим Кук и начал свою проникновенную речь о вкладе айфона в современный мир, кратко пересказав то, чего добилась компания за 10 лет. После чего был показан рекламный ролик нового восьмого айфона. И да, он такой же, как седьмой айфон или шестой S, только со стеклянным задником. Тим Кук передает слово Филу Шиллеру, который, несмотря на слегка охреневший зал, рассказывает о трех цветах, в которых можно будет купить новый смартфон. Экраны моделей такого же размера, как и в прошлогодних версиях. Процессор, который будет отвечать за работу нового смартфона, назвался A11 Bionic. Почему так, непонятно, но Фил сказал, что это Incredible. Поверим на слово. Далее он рассказывает о новой камере, которая теперь и в младшей модели получила оптическую стабилизацию. После был показан новый функционал приложения камеры, в котором появилась уйма новых возможностей по кастомизации портретного режима. После Фил позвал на сцену представителя игровой студии Directive Games, который показал первую в мире мультиплеерную игру в дополненной реальности. На экране появляется надпись «Будущее беспроводное». Тим Кук анонсирует беспроводную зарядку, которая стала доступна благодаря стеклянному корпусу нового айфона. Предзаказы смартфона начнутся с 15 сентября. В продажу они поступят 22-го. Цена будет начинаться с не таких уж и заоблачных 699 долларов. На сцене снова Тим Кук, который сказал заветную фразу «One more thing». Зал застыл в ожидании. И... свершилось. На экране показался долгожданный юбилейный айфон 10. Новый смартфон именно такой, каким мы его уже видели на утечках. Даже заставка на экране и то точно такая же, как на утечках. OLED-дисплей на весь экран, камера и сенсоры сверху, и двойная вертикальная камера на задней панели. Но главное — дисплей, который лишил смартфон кнопки домой. Теперь функционал операционки значительно изменен и подстроен под отсутствие кнопки, которая 10 лет была неотъемлемой частью айфонов. И главное изменение, конечно же, Touch ID, который теперь заменен системой Face ID. Довольно много времени было предоставлено новой системе, которая, по словам Apple, более защищенная, чем ее кнопочный предшественник. Face ID будет также работать ночью, с помощью уйма датчиков, которые разместились в верхней выемке дисплея нового айфона. После последовал очередной рассказ про новые анимированные эмоджи, на котором мы не будем заострять внимание, поскольку вряд ли возможность говорить лицом лисички будет основным аргументом покупки данного девайса. Пойдем дальше. И вот на сцене Джефф Уильямс, который должен показать первый опыт работы с новым смартфоном. Но по несчастливой случайности один из презентационных экземпляров подвел компанию и не разблокировался. Запасной телефон спас ситуацию и презентация продолжилась. Новая система разблокирования имеет непривычную схему. Нужно посмотреть на телефон, который поймет, что пользователь смотрит на него и разблокирует телефон, после чего нужно, внимание, свайпом вверх перейти на главный экран. Об удобности говорить рано, так что нам опять показывают и рассказывают про эмоджи, отдаляя момент объявления цены, которая оказалась не такой уж большой, как ожидалось. Тысяча зеленых яблок за младшую комплектацию с оперативкой в 64 гига. Продажи стартуют 3 ноября. И на этом презентация плавно подошла к концу. Тим Кук озвучил слова Стива Джобса и выразил надежду, что основатель Apple гордился бы тем, что сейчас делает компания. В целом презентацию можно считать успешной. Даже после ошарашенной реакции зала на спорный iPhone 8 ситуацию спас может и не идеальный, но все-таки воистину юбилейный iPhone, который точно запомнится и впишет себя в историю, как в свое время самый первый представитель семейства смартфонов компании из Купертино. Спасибо, что были с нами, подписывайтесь и ставьте ваши лайки. До встречи!